вот этот комплекс друзья находится в городе маунтин вью и мы не имели ввиду даже сюда заходить собственно мы и не знали что то есть просто ехали мимо и увидели табличку и думаем дай зайдем посмотрим значит это застройщик застраивать какую-то территорию и сам же продает то есть они нанимают кого-то на продажу это не не так как риэлторы продают и там берут там процент достаточно высокие то далее немножко другая ситуация мы обходим этот домик так с угла комплекс можно так сказать комплекс и тут люди некоторые вот ведь у них табличка такая молни к нам не заходи это не model home то есть такие куда можно зайти и посмотреть и глядя на тот который вы видите вы можете выбрать аналогичный там еще строится и многое еще не построено вы можете уже посмотреть вот они говорят пожалуйста а план g план д да вот как вот тут такой тут такой тут такой давайте пойдем посмотрим на модель g вот тут нам говорят что это четыре бэдрома три с половиной басрума примерно там я округляю там один к десяти это не совсем точно но грубо говоря сто семьдесят квадратных метров вот эта входная дверь это таунхаус то есть вот тут пошла лесенка наверх и там существенная часть жизни вот там наверху будет происходить а внизу мы видим вот спаленку с туалетом как бы такое самодостаточное изолированное место вот и вот так оформили хорошо и сейчас пойдем наверх вот мы отправляемся на второй этаж по этой лесенке так с ценой что-то я не понял так все понял но не процентов но мило да значит кухня так для расширения пространства очень хорошо это зеркальце работает так телевизор там значит диванчик выход на балкон ну-ка такой балкончик можно сказать символический но он есть выход на балкон и тут еще есть третий этаж пошли на 3 так что мы пока что не видели ни одной спальни ну давайте мы может быть глянем на кухню более внимательно что у нас тут так стиральная сушильная машина машина туалетик так дверь какая-то ну-ка чтобы это это шкафчик такой я бы сказал плотяной так ну вот кухня тут такой синтетический материал из этого окна очень приятный вид на похожий домик хотя нам гаражи внутри с этой стороны и отправляемся теперь на третий этаж хотя надо сказать что лазание по этажам вот мне как человеку который приближается к пенсионному возрасту американскому потому что например российскому я уже подошел вплотную еще там меньше четырех месяцев так вот не очень хочется тут лазать и думаешь о временах когда уже может и хотел бы да не сможешь но в общем так спаленка спаленка тут тоже у нас санузел и до душ душ туалет половинка туалет и то что называется бок in closet сюда можно зайти повесить что надо а это все занятно так телекоммуникационный такой хаб у нас получился тут у них разбудка всякая хладно так 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 одну спальню мы увидели теперь вот такой пятачок сразу значит то там еще две спальни да и и еще санузел небольшой такой но полный да то есть это туалет и душ значит спаленка как-то вот так все это знаете вот угол справа какой-то проход я вам сейчас покажу со стороны окна может быть лучше представить и ой смотрите что видно из окна вот этот комплекс по которому мы сейчас бродим вот он вот он весь этот комплекс там дальше еще стройка идет видите он там продолжается до стройка вот а здесь просто вот департамент комплекс вот как бы по старинке разворачиваемся разворачиваемся и мы видим в этой спаленке значит шкаф и вот видите такой как бы коридорчик такой попал полу коридорчик вот не поймешь чего вот так они врезали этот шкаф сюда к стенке так и вот еще одна спаленка такое ощущение что еще меньше той они небольшие обе это я думаю вообще метров восемь квадратных так то что зеркало чтобы не было видно что такая маленькая создать иллюзию пространство м прям как миша ну него она может быть не не знаю может майкл какой-то спит должен был бы спать по задумке вот мы посмотрели на этот таунхаус и пойдем поговорим со светланой но светик что скажешь об этой красоте липоте ну это интересно посмотреть этот дом после предыдущего дома который мы видели до этого тот дом был более кастом там было много отделки скажем так если не очень дорогой то по крайней мере подороже чем здесь но это типовая застройка здесь со спокойного вида и это сразу видно и вот здесь есть плюс по сердцебнести дом есть минусы давай по крайней мере вот эти ровные потолки без баллов создают ощущение большего простора хотя здесь спаленки еще меньше чем там но за счет того что там вот эти но на толки вот эти балки были они создавали ощущение к это малень хорошо при offs да а здесь все-таки ровный потолок ну и плюс повыше конечно там и здесьっぱ ленке ух Ric� в bcC но ощущение Такое, что все-таки как-то место какое-то есть Но Аскетичненько, так скромненько А в чем смысл спальни на первом этаже? Это гостевая А, это для гостей Она гостевая, со своим туалетом Но опять, если там заходишь в дом И сразу был этот вид такой Шикарный То здесь заходишь в дом, и у тебя лестница и спальня И с кошелками нужно по этой лестнице Довольно узко Мы еще не видели цены Но я подозреваю, что он не намного дешевле Того, который там за 2,5 миллиона Ну, он, наверное, по площади меньше Но еще вот момент какой Он по площади, написано было На входной двери 1700 скверфутов Дело в том, что если посмотреть на все эти лестницы Которые, сколько площади они забирают Оно съедается, и здесь практически совсем нет места Здесь совсем тесно И, конечно, так вот Вот мы тут сидим, тут целый этаж Фактически кухня, дайнинг Вот там телевизор посмотреть И одного этажа уже нет Ощущение, что мало пространства Все-таки дома в один этаж, да? За счет того, что там все так распластанно Оно создает ощущение простора Все-таки, как ни крути Если там, только не маленькие спальни Это должна быть правильная пропорция Между спальнями и местами общего пользования Чтобы не делать этот оверкил Вот в предыдущем доме там очень красиво было Ливенгрум Который практически никогда не используется Вообще никогда То есть я бы ее сделала в половину меньше С высокими потолками Очень красиво, очень эффектно Но не с двумя лампами А с одной и вот эту площадь отдать, например, на спальне больше Ну, в общем, можно было как-то перепланировать Ну что же, я думаю, что мы вот что сделаем Поскольку здесь цену не говорят Мы в офис зайдем А я думаю, он закрыт сейчас Ну, должны где-то цены быть Ну, наверное И тогда мы ее цену поставим в название нашего видео Чтобы было понятно, о чем речь Тут есть еще две других модели Пойдем посмотрим Эта модель самая большая, насколько я понимаю Здесь четыре спальни и 1700 сверхфутов А две других там по три спальни И гораздо меньше площади Наверное, будет на один этаж меньше Ну, пошли посмотрим Продолжение следует...